гир который меня удивил добрался я все-таки на софте и доделал этого гира до настроил его как нужно раз я поймал rip вот это как бы гира я готовил на гаунте ну конечно он не так бы там одет конечно попроще на ssf там лиги в такой короткий промежуток не сделать уж прям как у меня ну здесь куда сделано но вообще давно я хотел затестить я всю папу дел на ходила тут уже собрал гера получит но решил думаю пушку я сделаю минимальную то есть пушка у меня здесь за 20 хаус ну и гир где-то я его собрал сейчас на этапе 81 но для такого этапа не поводит 80 гиф это вообще фигня потому что сейчас вообще цены совершенно другие то есть если это собирать на старте это будет стоить 30-40 это вообще максимум в 10 гир уже будет валить в 20 это уже такой под макс будет 40 это вообще супер макс там шмотки просто смешные короче гирс пола стартует на сандере и потом можно потихоньку попаться в бойника получается если гаунт лет я пропер спокойно ну как спокойно гаунт лет не может быть спокойным какой бы не был метагир гаунтит сложно ну короче получается если на гаунт лет какая ссср я все сделал все четко да ну и рип который был это уже как бы мои ошибки и получается гир лютый я-то не мета вот он боник занерв не получается вот если бы до вернусь скажем так сейчас лик стартера то я бы стартанул не чем помочь штормом а я бы стартанул на джаги вот на были больник потому что без гира то что он делает это вообще жестко во первых и дефон с лютый сустейны лютый гир нетребовательный не боится в целом ничего не дотов не элементов ничего не боится клир нормальный и что еще тоже опять же главного гира нету кнопок вообще ты просто бегаешь у тебя два скилла передвижения и ну баннер ставишь но это только в конце босса опять же это уже при нормальных надувках так он особо не нужен и forbidden right перед боем можно и вот как видите раз forbidden right он активирует лопа и у меня и юры на какая-то важно особенно на гаунт потому что ты можешь сразу влететь какую-то пачку мобов и у тебя не будет индюра а у джага если нет индюр значит нету дефонс это основы его дефон все у тебя не форта не стакнуто не у тебя ничего не стакнуто и может так случиться если ты прыгнешь я просто может шот поэтому просто ну я уже привычка на софте это нафиг но вот сразу как бы после гаунт литая гира до дел у меня уже там был до настроил дефонс ну вот получается лютый чел нераспознанная метод которая так и нигде и не появилась и в ютубах не в гайдах не на стримах и как-то такой гир упустили хотя блин апнули насколько его апнули наверное раза я скажу сколько если я уже делал по соотношению но минимум в 2 может в три раза но в чем прикол то что сейчас будет немного другой потому что не нужен creeps and dance поэтому если брать вот эти все соотношения то наверное я бы сказал да где-то раза в три были час изменили то есть в лучшую сторону и ноды изменили сейчас энергии другие и не нужен не глад и не на там заморачиваться китап с так бледов сейчас вообще это все делается на любом подклассе после мультирует с вообще хоть чем можно этот гир собрать вот вообще хоть на ком без разницы он все так же будет работать просто с энергия боника потому что у него 200 мора и эти все моры идут на были даже если я в этот гир ставлю вас и рейд то именно в этой сборке дипса у вас и рейд а меньше а у боника больше вот не знаю такая с энергия здесь то есть как может быть дипса больше чем у вас и рейд а вот из энергии ну не знаю вот так вот представьте алас и рейд прикиньте как капнули овощи апнули просто нереально вот представьте какая с энергия у боника с блида просто то что есть другой момент лассы рейд это удобнее да это понятное дело ну лассы рейд они такого клира как у боника потому что у него еще и взрыва это ну это уже как бы отдельная тема но суть в том то что лютый гирс топором за 200 за 200 за 20 хаос может за 30 я уж точно не помню с нормальным роллом может просто чувствовать себя ну понятное дело что то что я уже здесь бегу в таком гире это неправильно но это были тесты мы и если гир тесты проходит в не супер там лютом шмоте то логично значит в нормальном еще лучше шмоте он себя будет показывать поэтому если что-то не меняется то это лик стартер вообще будет топ-1 то есть просто как короче как старый боник но по сути он лучше старый боник чуть быстрее разгонялся этот гир будет чуть дольше разгоняться но там плюс-минус эта фигня а все остальное клир даже лучше здесь потому что блик верит лучше чем был ударный но и плюс изменили тотемы да еще тоже не надо забывать еще такой момент что например если взять старый скилл любой скилл допустим молтин страйк 10 лямов старых но с тотем и 10 лямов новую но без тотемов при одинаковых с энергия то 10 лямов которые сейчас с этого патча они будут другие потому что очень много висела дипса на тотем и очень часто их надо ставить там постоянно не отъезжает короче суть в том то что гипс у вас висит в обе он висит но он не всегда сходится с реальностью потому что не все вы можете делать идеально и все выделать как бы правильно и по итогу сейчас если гир выставлен по галочкам правильно и эффективный гипс и даже 10 лямов сейчас правильные хорошие 10 лямов на любом стиле ну плюс-минус на каких-то там где очень плохая с энергия это прям вообще люто если у вас ну начиная с 9 лямов блида то этот гипс как будто 20 наверное ударного но он просто лютый я даже не знаю как прям точное соотношение были да но вот здесь я бегу с форта здесь у меня 7 по моему 7 7 с половиной лямов блида но так как тут блокнули курсу может лямов 6 как тогда 6 лямов хватает вот и 17 и клири и спокойно закрывать боссов с модами ну 6 лямами такого босса бить так быстро да я бы не поверил сказал да не ну как 6 лямов ты чё гонишь что ли вот видите с топором лет за 20 house я вообще угораю вот вот вам и боник ребята футбол будет то есть пола вот при желании этот гир как я озвучил в прошлых видео я челлендж я за один див соберу гир который даже закроет и 17 понятное дело я там моды на роли у себе чтобы у меня уж не было но тут все равно моды смотрите и френзи и и повар чарджи и доп урод а боссов это вообще нормально то есть я уж там не бегал я бегал лютые моды у меня было 350 x3 и короче на последней фазе меня шотнуло но прикиньте 350 x3 здесь бегал таком не особо гири и нормально себя чувствовал лютые тесты делал так что вот такой гир мне дает стимула вот смотрите это обычный экзар так как это ну не макс гир понятное дело зачем я буду закрывать убер но при желании через рип и он закроет всех уберов но будем здравы да зачем стартер скому гиру до идти на уберов для показухи можно я могу на роли там убрать все рипы понятное дело закрыть могу но это будет эффективно но как бы для галочки можно вот смотрите по побу здесь у меня девять и три яма блида фортифая убираю ставлю дэдли потому что здесь мне форта не нужно на обычный боссах можно эту форту вообще выкидывает не хватает дефонса на на пяти травмах то есть на пяти травмах у меня 9 и 3 ляма блида я ставлю всегда на пяти потому что это середина их бывает 10 но почему-то для правильного дипса я думаю нужно ставить не 10 а 5 типа между десятью и нальем будет 5 то есть я сюда ставлю 5 вот то есть смотрите 9 и 3 ляма блида как работа с топором за 20 хаос ну то есть нормально ну хватает дипса вполне и до панк нормальный против шаров экзарча сложно дпс не все гиры могут ну вот как бы я сделал дефонс для разных ситуаций как бы в реальности вы не будете так стоять ну вот я решил собрать общий дефонс чтобы был общий элемент алтридаш но все ну короче гир крутой учитывая что у него топор за 20 хаос да может у макс вол за 30 я считаю это достойно так что вот стартовать можно спокойно на джаги на боне но не сразу на бойник а на сандере вот на мэйван я тоже убирал форту и ставил дедли то есть вот так работает всего лишь дает что такое 9 лямов да некоторые скажут ой ну это не очень немного но вот как видно что правильные 9 лямов до блида показывают себя люто вот такой эффект у меня был знаете сколько надо лямов было на бойник 20 наверно плюс это когда еще не не были занерфлены перчик можно было стакнуть себе рейджа и она мэйван появлялась кинуть два тотема и еще включить берс и когда старый еще бонни которую разгонялся за счет чарки это даже мне кажется эффект не такой ну да где-то вот 20 ямов но вы этот как бы дрочилов к было так постоянно делать и устанет то есть суть в том то что это урон x2 может x2 с половиной а и местами x3 потому что он всегда стабильно вносить поэтому dot урон и это я бы лютая штука но тоже не везде она тоже понимать например там слишком глубокий дел если уж там говорить очень глубокий то как даже кап дота вам не хватит потому что ну там другие с энергии вот симуль не тестил но симуля я знаю что он тоже закроет а потому что там куча монстров и он там регенится будет по 10 тысяч то есть ему кофе так что вот затестил ну это я уже так специально короче делаю так что считаю гир топовый и дает стимула учитывая что это недорогой гир и учитывая что это где которые занерфили это что изменили были и что удивительно до этого никто не додумался но я не встречал гайдов если у кого-то есть гайд ну скиньте я хоть гляну что там рассказываю для разнообразия я посмотрю если кто-то шарит в бледе ну короче я восторге с этого гира так что как алик стартер он может перейдет на следующую лигу вообще спокойно ну а бонша так получается возвращается полноценный гир только по сути местами это даже лучше эффективнее еще и дешевле вот в чем дело и нету не тотемов не вообще ничего не накидать не кличи жать ну то есть зачем на софте надо кайфовать первую очередь то есть когда ты идешь на хк лично я так настроен то есть на хк нету правил удобства неудобства ты играешь то что тащит не хочешь значит не едино хк потому что не все однокнопочные гиро уж на хк будут эффективные работы а на софте ну зачем эти кличи что-то там ты когда ты устанешь как бы это одну максимум неделя наверно когда интересно ладно первое а потом это все надоедает и это приедает поэтому я приоритеты на софте может сайте это и хорошо у меня есть видите понимание хк лига и софт лига я знаю для чего на софте я делаю какой дефонс я не делаю какой-то неадекватный дефонс разменивая клир или дипс мне пофиг я делаю больше скажем так я лучше вложить больше урон и клир пусть даже чуть-чуть в размен дефонса но опять же тоже понимаю если играю на хк приходится иногда жертвовать но тут тоже на понимать сколько это разбег поэтому вот мои как бы такие понимания что если ты играешь на хк лиги ну играя уже тем что прет какие-то механики это уже ну как как пойдет до клич там не клич билд придется как бы ну на пианино поиграть бывает да такие вообще нет и что вообще хк ничего не прет и ну только пианино этим играть как бы сожалению неохота а на софте зачем это нужно надо бегать кайфовать вообще одну то есть вот такие мои понимания видите да может необычный но вот они такие но даже и до хк лиги я приспособил однокнопочный гир без заморочек и чтобы не то что бегать кайфовать а ну просто играть не наслаждаться скажем так игрой они запариваться кинь токи не таки не то и по итогу тот кто еще более-менее это шарит он если может на таком играть а скорее всего процентов 90 людей на таком не играть не будут и не смогут неэффективно это все будет это жми тоже не по итогу цифры дипсов обе у вас будут те эффективность она не такая будет потому что вы будете забивать и это не прожать эту не поэтому я люблю гиры вот максимально однокнопочные тут я для теста решил проверить станчит ли он слэм сируса ну получается танчит то есть чудо значит дефон заработает учитывая что у гира нет сапресс но тот есть другие с энергии дыхаться местами хуже чем собрать но местами лучше так что тесты он все мы и прошел гир может работать вообще без гира спала за 100 house можно собрать тут все будет зависеть от количества вложенной валюты то есть понятное дело чем ты больше вложу делом будет лучше но суть в том то что при желании можно этим гиром за 100 house бегать спокойно т16 мапы без там намазок без супер контента да я имею ввиду вообще как просто гиры реально клирити реально бегать с модами и вообще кайфовать и бегать одной кнопкой и не париться а таких гиров не очень много поэтому вот и еще будет гир потом некор на тех спектрах цифры там ебейшие там тоже ебейший некор там гикстартер он тоже без гира в 20-40 див как это просто ебейшие там спектры там цифры такие дипса и клир будет что стартер скам гире ему вообще я не знаю даже по фору даст поэтому тоже хочу затестить стартерский гир некра хотя я уже по поби вижу да как будет но охота пощупать потрогать сейчас максами она игрался уже макс гирами меня не прет поэтому пока так отдыхают что-то лайтовое дело ну не знаю там подождем поед 2 посмотрим что вообще там будет за видео конечно играть наверно мы не будем ну хотя бы так что нибудь посмотрим но там уже да видно будет лучше она не лучше как это вообще все будет устроено разные этапы лиги будут наверно я думаю да месяц два наверно по и один месяц 2 по и 2 как-то они будут в разные периоды чтобы люди играли и там и там ну это я так думаю потому что не может вы один и по и 2 стартовать в один день чтобы и как тогда ну то есть это конечно будет бред скорее всего все это будет как-то рассчитано и можно будет наверно играть и в ту и в ту поя ну загадывать не будем лучше это не лучше понравится нет фиг его знает потому что по и один тоже ее сложно ну сделать лучше может в суть механика я сомневаюсь что по и 2 будет грамотнее чем по и один именно с точки зрения механик вообще всех вот этих движух я сомневаюсь что она будет лучше может местами то что она как более наверно со времени может в каких-то моментах так то есть я сомневаюсь я вообще не ставлю ставки на поле 2 лично я это вижу так это ну это мое мнение я не настаиваю на нем так что ждем поле 2 до ждем новую лигу пока буду отдыхать да буду может какие-то так лайтовые видосы супермаксы есть у меня еще супермаксы еще не все показал но чё-то пока мне охота так что будем ждать лигу да так потихо играть чего-нибудь бегать акты тренировать стимул появился ссс режим тренировать ну и так потихо и готовится потому что уже весь контент я закрыл по фаре уже пока не охота уже особо ну уже особо чё там фармить тем более после гаунд это после хксс вообще особо не охота играть в обычную лигу но тот играл тот поймет да короче вот такая инфа была то что джак ребята получился вообще реально приятно потому что сейчас на таком этапе лиги когда-то супер трикстеры там супермолтен и туда-сюда и вдохновиться да каким-то гиром недорогим гиром с лютыми показателями это это круто да 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 да